Футболисты Ульяновской Волги на мажорной ноте завершили второй круг чемпионата страны. Правда, игра против ижевского «Зенита» получилась отнюдь непростой. Зато с хэппи-эндом чуть ли не в лучших традициях Голливуда. Игорь Кранцев продолжит. В нынешнем сезоне соперники уже встречались в Ижевске в самом первом туре. Та игра завершилась в ничью 0-0, а проходила она в середине лета 2013 года. Таковы особенности сезона после его перехода на систему «Осень-Весна». А еще сюрпризом нынешнего сезона стала вторая стадия чемпионата. 12 команд-участниц по итогам основного турнира разделили на две шестерки. И «Волга» и «Зенит» уже обеспечили себе места в первой группе, но от заключительного тура зависели итоговой позиции. Правда, первый тайм в актив «Волги» не занесешь. Преимущество было на стороне гостей. Словно это «Зенит» сохранял шансы на первое место, а соперник боролся за пятое. В начале игроки не полностью отдавались на поле. Вот я в этом плане хотел бы, почему я покрикивал. И если первый тайм завершился без забитых мячей, то во втором «Зенит» свое преимущество в гол воплотил. На 62-й минуте матча «Ульяновцев» после затяжной атаки огорчил экс-игрок «Волги» Рустем Канипов. Прийти в себя и вернуть зрителям хорошее настроение хозяевам удалось лишь за 10 минут до финального свистка. Мяч в ворота буквально затолкал Иван Чудин. А ключевой эпизод произошел уже в компенсированное время. Сузья усмотрел нарушение правил на подспах штрафной площади гостей, а Марат Сафин пробил по воротам без шансов для вратаря. 2-1. Честно сказать, я вообще отошел из штрафного. Такой ответственный момент в последние минуты. Должен был Стас бить, хотя я, ну моя точка. Сергей Викторович крикнул «бей», сколько можно тренировать. У нас задача 5-е место. Вообще изначально оставилось по началу сезона. Ну вот видите, мы сейчас в шестерке, но будем стараться занять 5-е место, выполнить задачу. Приедем к вам. Из-за победы клуба «Тюмень» в параллельном матче ульяновцы все же остались на втором месте. И теперь 12 мая примут на стадионе «Старт» футболистов из Сызрани. А 24-го числа снова домашняя игра с неуступчивым ижевским «Зенитом». Игорь Кранцев, Герман Баранов, Весульяновск.